друзья всем привет сегодня мы с вами на подходах заинтересовала меня одна вещь одно событие и поэтому приехал сюда посмотреть что здесь у нас творится ну вот смотрим с вами что бурстанок стоит и вот должен ну я не вижу хотя развернулся может быть уже будет хотя вот отсюда не очень видно это вот под пешеходный переход под опоры будет свои 5 штук на одну опору 15 метров глубиной ну полетим дальше с вами посмотрим что у нас там а проезжая по путепроводу на шоссе герои сталинграда я увидел состав довольно таки длинный с рельсами вернее с рельс со шпальной решеткой глянул я что вагоны два вагона на каких перевозили вот с керченской стороны стоят на месте пустые а тепловоз тащит пять вагонов полностью загруженные и меня вот это заинтересовало следовательно готовые рш-р уже привезли с таманского берега не везли там шпалы рельсы по отдельности а уже полностью сшитую решетку на той стороне видите собирают и сюда уже везут насколько вот хочу сказать насколько это уже удобно привезли и теперь можно будет укладывать сейчас мы все увидим с вами этот состав можно укладывать с этой стороны с керченской так как с таманской стороны работает три сварочных аппарата на колесах на рельсах между собой сваривают рельсы с этой можно укладывать очень даже удобно и быстро вот видите стоят два вагона которые с керченской стороны постоянно вот на них мы видели возили и вот шпалы сложены сторонки на рельсах и вот как раз мы с вами увидели что идет состав 5 вагонов это что получается у нас 5 если по пять звеньев в каждом вагоне 5 на 5 25 звеньев 25 умножаем на 25 сколько получается тысяча двадцать пять метров да если я так на вскидку вот он тепловоз тянет как раз смотрите уже по стрелкам по системе стрелок свободно ездит здесь защебенено немножко и уже так не со скорости у улитки но со скоростью черепахи едет уже побыстрее все-таки все-таки черепаха быстрее чем улитка двигается вот считайте 25 на 25 я вот сразу не посчитал а сейчас вроде как не считать 1025 метров по-моему ну и вот он едет на стрелку куда-то я так думаю что его даже разворачивать не будут вернее разгружать не будут сразу вот сейчас состыкуется к с пути укладчиком на этот путь заедет прицепит пути укладчик и поедут керченское направление укладывать вот так она если там извиняюсь 25 на 25 625 метров вот я 1025 размечтался это получается оставалось там 850 850 метров 875 метров до а раду дар и говорю до начала шум забора и если еще вот эти 625 уложит еще блин останется там 200 с небольшим метров ну вот видите серьезная работа пошла чтобы побольше и побыстрее уложить а 25 ршер уложить за смену это реальное дело ну вот развернемся и посмотрим здесь два пути щебень и пути укладчик стоит на керченском направлении но я думаю сейчас его поцепит просто я уже сильный очень сильный ветер и вот поехал он на разминовку на стрелку состав и вот все движется вперед скорее всего вот чтобы на соседний путь ему переехать нужно будет передвинуться раз два три 4 5 до 5 а вот как раз рядышком видите стоят вагоны пустые которые применялись с керченской стороны посмотрите как достаточно быстренько едет ну и вот такой большой состав мы с вами увидели и на новом парке станции керчь-южная прозрачный забор там уже шум но не сильно высокий такой вот установлен на путепроводе шоссе героев сталинграда глухой низ и прозрачный верх вот он двигается на фоне шпал да дорогие друзья видите ускорились немного это говорит о том что скоро и керченское направление сомкнут там уже у нас будет золотой стык интересно там серебряный был от песка струили я-то сначала подумал покрасить но умные люди сказали что от песка струили а как-то золотой стой стык будут делать все-таки придется серебре красить не серебрянкой а золотистой краской какой-нибудь традиции соблюдать надо нарушать нельзя ну и вот мы оставили в покое тепловоз и вагоны с ним посмотрим еще вот здесь будет вокзал на 200 человек вокзал станции керчь южная ну и вот если учесть что будет два надземных пешеходных перехода уже лучше вот один здесь он бурстанок стоит ну а вторую увидим когда начнут его тоже строить вот он во всей красе перегнали его как перегоняли по железнодорожным путям там отсыпали песком щебнем чтобы он проехал ровненько чтобы было ему ну и вот многие спрашивают до сих пор спрашивают где будет меняться тяга локомотивная но пока пока в ближайшие годы будет меняться на станции тамань пассажирская с тамань пассажирская будет тянуть тепловозом и тянуть до джанкоя в джанкои будет цеплять электровоз и весь крым пока находится на постоянном токе а юг краснодарского края вот в частности тамань и уже она поэлектрифицирована здесь ток переменный ну со временем крымский полуостров тоже переведут на постоянный на временный ток извиняюсь и будут электрифицировать сразу электрифицировать от моста там кстати прямо до самого моста с таманского берега все готово и до джанкоя надо ну и феодосия отвод но феодосию тоже нужно электрифицировать вот такое в планах дорогие друзья ну и вот он состав пока еще двигается вот он идет так что пока вот этот интервал от тамань пассажирская до джанкоя будут тянуть тепловозы составы но они тепловозы не хуже электровозов довольно таки скоростные есть а на мосту и подходы скорость движения будет не более 120 километров в час это для пассажирских поездов грузовые до 80 километров в час он потихонечку едет наверное сегодня будут ложить попытаюсь увидеть когда пройдет окончательная укладка посмотреть сколько же по факту осталось до шум забора так что вот такое облегчение то что везли по отдельности шпалы и рельсы а теперь вот все сразу своим своим тепловозом своими платформами гораздо менее затратно чем где-то брать в аренду это раз привез и все работой на здоровье но мы полетели с вами сторону эстакады теплотрассы вот вперед пошла железная дорога вы там немного уже тоже положили а я на этом прощаюсь вот собственно хотел показать вам состав уже на станции кертью южные как обыденно все уже ходят грузовые поезда с таманского берега на этом я с вами прощаюсь всего вам хорошего и до новых встреч дорогие друзья